Сегодня призеров Чемпионата мира по борьбе от лица всех жителей Кыргызстана поздравил Садыр Джапаров. Глава государства вручил им денежные вознаграждения. Золотые медалисты получили сертификаты на сумму 1 миллион сомов. Серебряная медалистка на 750 тысяч сомов и бронзовый медалист на 500 тысяч сомов. Не остался без внимания и тренерский состав. Им также президент вручил денежные сертификаты за вклад в победу спортсменов. Садыр Джапаров отметил, что впервые в истории Кыргызстана отечественные спортсмены обеспечили себе третье общекомандное место, вписав новую страницу в истории спорта Родины. Вместе с тем президент возложил большие надежды на спортсменов на предстоящих Олимпийских играх в Париже и пообещал, что их достижения будут оценены по достоинству. На этом чемпионате каждый внимательно наблюдал за действиями и усилиями Арджола Махмудова, Джоломана Шашамбекова и Джумашпеку Лута Эрбека, которые безупречно справились с поставленной перед собой задачей. Айселута Набекова стала талисманом в кыргызской женской борьбе. В ее победе были уверены все заранее. Никто не сомневался в том, что она принесет в копилку крыста на золотую медаль. Хочу также отметить и упорство, и смелость Айпериме Деткзы, которая, несмотря на травму, до конца боролась за честь страны и завоевала серебряную медаль. За вашим успехом стоят 10, а может и 20 лет неустанно непрерывной работы. Как человек, занимающийся спортом, я очень хорошо это понимаю. Благодаря своему трудолюбию, упорству, железной воле, а также мастерству тренеров, спортсмены одерживают победу. То, что государство не оставляет без внимания спортсменов, дает большой стимул для них. Трехкратная чемпионка мира по борьбе Айселута Набекова поделилась чувствами, которые она испытала на пьедестале чемпионата. Это такие неописуемые эмоции, непередаваемые словами, потому что я хочу, чтобы каждый спортсмен, который начал, даже сегодня пришел в зал тренироваться и хочет показать, если у него в мечтах есть, то чтобы он никогда не сдавался. Потому что я очень хочу, чтобы он также, каждый спортсмен, почувствовал то чувство, которое я на сегодняшний момент чувствую. Это такое наслаждение, это такое вот счастье. Призеры рассказывают, как им пришлось нелегко завоевать победу. Благодаря тренировкам, тщательной подготовке, правильно подобранной тактике и упорству спортсменов, Кыргызстан занял третье место в командном зачете среди более чем 30 стран мира. Впервые в истории страны достигнут такой великолепный результат. Как только завершим азиатские игры, приступим к олимпийским играм. Для этого мы приложили все усилия. Ни один спортсмен не едет на чемпионат с мыслью о том, что я проиграю. У каждого в голове золотая медаль. 25 октября состоится чемпионат Азии по борьбе Ю-23. Сейчас я готовлюсь и туда. Очень надеюсь, что получится занять призовые места. Бронза стала для меня мотивацией для дальнейшей спортивной карьеры. Теперь у национальной спортивной сборной очередная мессия – выиграть на 33-летних Олимпийских играх золота. Кыргызстан получил четыре путевки в Париж по борьбе. С Нового года есть два турнира. Первый – континентальный турнир, который будет проходить в Бишкеке. Там будут развиваться первые и вторые места. Два лицензии весовой категории. Следующий будет в Стамбуле, Турции. Это первое по третьим местам. И там тоже есть у наших спортсменов большие возможности, которые мы очень постараемся завоевать больше лицензий. Президент Садыр Джапаров, пожелав спортсменам и тренерам команды крепкого здоровья, обратился с просьбой продолжать давать положительный пример молодому поколению и воспитать еще больше кыргызстанских спортсменов, которые будут удивлять весь мир.